В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Дополнительные рейсы по просьбам горожан в маршруте автобуса 5С произошли изменения. Торжественный марш и возложение венков у мемориальной доски Александра Майорова. Ученики школы-интерната номер один приняли присягу. В библиотеке Маяковского прошла встреча с известным российским переводчиком, радиоведущим и писателем Леонидом Володарским. Далее расскажем обо всем подробно. В автобусном маршруте 5С произошли изменения. С переходом на зимнее расписание изменилось время отправления автобусов. Теперь с автостанции они уходят на час раньше в 12 дня, а из Садоводческого общества «Союз» в 12.40. К тому же на этом маршруте появились и дополнительные рейсы. Подробности далее. К нам пришло бабье лето. Особенно рады ему бабушки и дедушки. У них появилась возможность закончить все свои дела на огородах и в садах. Тем более, что в администрации приняли решение о создании дополнительных рейсов маршрута 5С, который едет до Садоводческого товарищества «Союз». В рабочие дни введены два дополнительных рейса по данному маршруту. Отправление от автостанции «Тупиковая» в 9.45 и 14.10. Отправление из Садоводческого общества «Союз» в 10.25 и 14.30. Дополнительные рейсы появятся и в выходные. От остановки «Тупиковая» автобус будет уезжать в 10.00 и в 5.00 вечера. Из «Союза» горожане смогут уехать в 10.40 и в половину шестого вечера. Главной причиной создания дополнительных рейсов стали многочисленные просьбы обращения пенсионеров. А это значит, что повлиять на маршрутную сеть города может каждый. В департаменте городского хозяйства рассматриваются все поступившие обращения от граждан города Сарова. На основании этих обращений проводится обследование, анализ. Это соотносится с возможностями транспортных предприятий и муниципалитета. На основании этих данных принимается решение. Дополнительные рейсы маршрута 5С будут действовать только до 31 октября. Но могут стать и постоянными, если будут и дальше пользоваться спросом. 11 октября на космодроме Байконур произошло поистине историческое событие. При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» на 119 секунде пилотируемого полета случилась авария. Свидетелями этого стали не только специалисты космодрома, но и сотни туристов. Среди них оказалась саровчанка Анастасия Петрунина. Своими впечатлениями она поделилась с нашей съемочной группой. По словам Анастасии Петруниной, день 11 октября на космодроме Байконур выдался безоблачный и очень солнечный. Как и все присутствующие, рано утром она поехала провожать экипаж к гостинице «Космонавт». Есть традиция провожать экипаж от гостиницы «Космонавт» под песню группы «Земля не травал дома». Это все очень трогательно. Мы приехали где-то за час. Было очень холодно, но мы терпеливо стояли, ждали. Мы их ждали где-то час. И потом вот зазвучала эта песня, и они стали выходить из гостиницы. Но вы не представляете, как это было классно. Это было очень трогательно. Они прошли буквально, вот знаете, их можно было рукой потрогать. После этого группы туристов отвезли на площадку, специально оборудованную для наблюдений за стартом. Настроение у всех было волнительно восторженное. Ничего не предвещало беды. Космонавты заняли свои места в ракете, пошел обратный отсчет, и ракета начала медленно подниматься в небо. Ракета, кстати, летит довольно медленно. То есть можно насладиться этим зрелищем. Реально слышишь урок от космодрома. Там даже в некоторых моментах уши закладывал, как это было. И все радостные, все поздравляли друг друга, улыбались, ходили, погода была отличная. Радость была недолгой. Уже в автобусе по пути в гостиницу на смартфон одного из туристов пришло сообщение из Москвы о крушении корабля носителя на 119 секунде управляемого полета. Уже позже выяснилось, что экипаж жив и успешно приземлился в казахской степи. Мы, конечно, все были в шоке. Мы думали, первая мысль была, ну, может быть, это все-таки в рамках штатных ситуаций, что, может быть, им это все-таки не помешает выйти на орбиту. Но у нас в группе был человек, который занимался этим профессионально. То есть он работал на производстве тоже. И он сразу сказал, что нет, это аварийная ситуация, что экипаж уже, скорее всего, летит обратно на землю. Через 10 минут эту информацию подтвердили официальные источники. Вспоминая свои ощущения, Анастасия призналась, что тогда испытала ужас. Но спустя несколько дней она осознала, что присутствовала при историческом событии. Последнее подобное происшествие случилось на Байконуре в далеких 80-х годах. Прививку от гриппа сделали 20% жителей Нижегородской области. Это порядка 622 тысяч человек. Более 130 тысяч из них – дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За прошедшую неделю эпидемиологами не обнаружено ни одного вируса гриппа. По результатам лабораторных исследований в регионе выявлены возбудители парагриппа, риновирусы и другие вирусы негриппозной этиологии. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчанам предлагают горящие бесплатные путевки для детей. Как сообщили в КВН-50, ребят готовы принять в санатории Сергеевские минеральные воды. С 23 октября по 11 ноября там можно будет пройти лечение по костно-мышечному профилю. Для оформления путевок необходимо обращаться к заведующим отделениями детской поликлиники по месту жительства или по телефону 905-70. 17 октября в Центре поддержки предпринимательства расскажут о последних изменениях трудового права. В роли ведущей выступит нижегородский юрист Светлана Лоскутова. Она ответит на вопросы об индексации заработной платы и детских пособий. Расскажет о нарушениях, которые чаще всего допускают работодатели. Даст практические советы по прохождению проверок на соблюдение условий труда. Встреча пройдет в здании ЦПП на Октябрьском проспекте. Начало в 14 часов. Вход свободный. Саровских реконструкторов можно будет увидеть еще в одном фильме. Участники военно-исторического общества 1945-й снимутся в картине «Ильинский рубеж». Это история о подвиге подольских курсантов, которые в октябре 1941-го две недели сдерживали силы вермахта на подступах в Москве. Съемки фильма продлятся до ноября. На экран он должен выйти к 75-летнему юбилею победы. Все деньги, полученные от проката, будут направлены на создание современного военно-исторического комплекса на «Ильинском рубеже». В школе-интернате номер один отметили День курсантов. В программе праздника принятие школьной присяги учениками 10-го оборонно-спортивного класса. Возложение венков у мемориальной доски и на могиле выпускника школы-интерната, капитана Федеральной службы безопасности Александра Майорова и традиционный торжественный марш. Впереди колонны идёт молодой курсант Дмитрий Козлов. Ему доверили стать командиром отделения и произнести слова присяги. В будущем молодой человек хочет стать военным. Дима решил продолжить семейные дела и вступить в ряды курсантов. Присяга – это как клятва. То есть, когда ты клянешься, тоже быть верной родине, стране, защищать её, уважать старших, показывать им пример, защищать страну от врагов внешних, ну, может, и внутренних. Готовиться к присяге ребята начали ещё в начале учебного года. Самое сложное – отработать элементы строевой подготовки, технику шага и поворота. В строю можно увидеть и девушек-курсанток, которые так же, как и молодые люди, решили связать свою жизнь с профессией военного. Нет, вы не подумайте, это не романтика, это мечта. Я понимаю, что я готова, я способна, я хочу идти к этой мечте. На торжественной присяге почтили память капитана Александра Майорова, выпускника интерната. В 2001 году он погиб, выполняя воинский долг в Чечне. Уже тогда было принято решение считать присягу днём его памяти. В этот день приходят родители Александра Майорова, то есть они ныне здравствующие, сослуживцы, ну и все те, кто вообще с нами держит постоянную связь, поздравляет ребят с принятием присяги. Ну и ещё здесь очень хорошая такая традиция, что не только учащиеся оборонно-спортивного класса чтят память Майорова, принимают присягу, но и вся школа. После окончания школы-интерната многие ребята пополняют ряды российской армии, где им предстоит защищать нашу родину. Серьёзный разговор о политике в федеральном телевидении и интернете. Известный переводчик, радиоведущий и писатель Леонид Володарский встретился с саровчанами. В зале искусств библиотеки Маяковского не хватило места для всех желающих пообщаться с Леонидом Вениаминовичем. Перед встречей с саровчанами писатель дал большое интервью нашей съёмочной группе. Леонид Вениаминович закончил Московский государственный институт иностранных языков по специальности переводчик-референт. Эта профессия позволила Леониду Володарскому освоить сразу три вида перевода – художественная литература, фильмы и синхронный перевод. Совмещать все эти направления оказалось крайне сложно, и в результате пришлось сделать выбор. Я решил, что лучше мне будет переводить фильмы, и я абсолютно не жалею. 97% фильмов всех, 95% до ровного счёта, и это непечатно. Значит, 3% – это хорошая коммерция, и 2% – это шедевры. Значит, ты работаешь на трудовом поле, по большей части, вот этих 95%. Леониду Володарскому ближе американский вариант английского языка. Он предпочитает американскую классическую литературу. Ему близка американская разговорная речь и юмор. А самый ценный арсенал переводчика, на его взгляд, – это множество художественных приёмов, с помощью которых можно передать смысл иностранного текста. Леонид Володарский считает, что слагаемые успешного переводчика – это всего 15-20% способностей. Всё остальное – это постоянный труд. Выписывать новые слова, как можно больше читать и учить. А идеальный способ овладения разговорной иностранной речью, по мнению известного российского переводчика, – это просмотр зарубежных фильмов в оригинальной озвучке. Леонид Володарский не решается поставить знак «равно» между понятиями переводчик и актёр-дубляжа. Я думаю, и мне это не нравится, что когда я переводил фильм, в определённый момент я начинал играть. Вам это не нравится? Да. Мне это не нравится. Я считаю, что ты должен переводить нейтрально, ровно. Полную версию интервью с российским переводчиком, писателем и радиоведущим Леонидом Володарским смотрите в программе «Актуальное интервью» на канале 16. Ученики 7 класса 13 школы приняли участие в профилактическом занятии «Жизнь без шока». Подростки познакомились с основными причинами употребления психоактивных веществ и с тем, как вести себя, если знакомые или друзья пристрастились к наркотикам. В ходе беседы школьникам рассказали о проблеме распространения наркомании и последствиях употребления психотропных веществ. Чтобы они не разрушали свой организм с такого маленького возраста, потому что не успеет он восстановиться, не успеет выработаться какие-то там даже вот переход на вот этот вот возраст, да, когда там какие-то признаки, все-все-все вот это вот вырабатывается. Плохие вещества могут просто не позволить организму развиваться дальше и это может дальше в дальнейшую взрослой жизни к очень плохим последствиям привести. К другим новостям. В бассейне «Дельфин» прошли городские соревнования на длинные дистанции. В программе дня стаэра дистанции на 800 и 1500 метров вольным стилем, а также 200 метров батерфляем и 400 комплексным стилем. Подробнее о соревнованиях расскажем в следующем репортаже. Екатерине Бойченко 12 лет и 7 из них она занимается плаванием. Спортсменка выступает на соревнованиях областного уровня и дает достойный отпор соперницам в своей возрастной категории. Турниры всероссийского уровня пока даются кате сложнее, но с правильным настроем и хорошей подготовкой можно рассчитывать на престижные награды. Любимые стили плавания – брас и на спине. Я считаю, что спорт развивает хорошее качество в человеке. Когда нет настроения, можно прийти в бассейн и исчезнет плохое ощущение. Соревнования на длинные дистанции по другому день стаэра пользуются среди спортсменов особой популярностью. 800 и 1500 метров вольным стилем, 200 метров бутерфляем и 400 комплексным. Попробовать свои силы на этих дистанциях пловцам удается только раз в год. И уже не первый раз на дне стаэра устанавливаются новые рекорды города и бассейна. На тренировках они это плавают, там в разминках, в заминках длинные дистанции. Но на соревнованиях очень редко. Вот у нас такое соревнование проходит именно сегодня. Это дает уверенность, что я самый сильный – это чемпионат города, потому что в городе никто быстрее меняет длинную дистанцию, 1500 метров, грубо говоря, никто не плавает. В соревнованиях на длинные дистанции приняли участие воспитанники отделения плавания спортивной школы «Икар» и взрослые спортсмены категории «Мастерс». По итогам состязания определились абсолютные победители на каждой дистанции. Зима не за горами, а значит, пора утепляться. В Ледовом дворце открылась выставка продажи изделий от казанской компании «Снежный мех». У саровчан появилась уникальная возможность приобрести шубу или дубленку по беспрецедентно низким ценам. Уже более 10 лет компания «Снежный мех» радует покупателей своими изделиями. Каждая шубка или дубленка – это настоящее произведение искусства. Модель по душе на выставке продажи найдет для себя каждый. От сдержанной, не выходящей из моды классики, до ультрастильных дизайнерских решений, покоривших мировые подиумы. Наши специалисты выезжают несколько раз в год на международные выставки меховые, чтобы отслеживать новые тенденции в производстве меха, в пошиве. И мы вам привезли все новые новиночки этого сезона. Изысканная норка, практичный мутон, изящный муранский козлик – эксклюзивные изделия из каракуля и енота. Эти меха никого не оставят равнодушными. Дубленки и куртки – как женские, так и мужские, а также головные уборы. Всего более 300 моделей. Наличный и безналичный расчет, кредит, рассрочка платежа. Ваша зима обязательно будет красивой и теплой с меховой компанией «Снежный мех». Выставка работает в Ледовом дворце с 17 по 19 октября с 10 утра до 8 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин